В прямом эфире новости продолжаем выпуск. Асфальтобетонный завод в Вермаковском районе вышел на новый уровень производства. Там запустили установку, которая позволила значительно улучшить качество дорожной смеси и в то же время уменьшить вредные выбросы в атмосферу. На предприятии в ходе рабочей поездки побывал исполняющий обязанности главы региона. Чем еще похвастались жители района, расскажет Ольга Максюшина. Мы преподносим нашим дорогим гостям. Виктора Толоконского вместе с супругой сельчане встретили хлебом с солью, угостили домашними пирожками, березовым квасом и настоящей сибирской ухой. Исполняющий обязанности главы региона постарался заглянуть на каждое подворье, где местные садоводы-огородники демонстрировали свои достижения. Хочу, чтобы такой праздник, такой день, он как можно больше объединял людей, давал вам возможность вспомнить очень важные этапы и жизни района, и жизни каждого из вас, потому что история района – это история живущих здесь людей. Первым объектом в программе рабочей поездки стал Ермаковский детский дом. Гостям показали выставку декоративно-прикладного творчества, где все работы выполнены юными мастерами. Виктор Толоконский также оценил условия проживания воспитанников и заглянул в уникальный музей. Я юный экскурсовод Ванюшкин Михаил. Рад приветствовать вас в нашем историко-головейском музее. Для Виктора Толоконского провели экскурсию по залу боевой славы. Познакомили с ценными экспонатами и местными героями Великой Отечественной войны. Асфальтобетонный завод стал следующей остановкой временно исполняющего обязанности главы региона. Здесь новую установку запустили неделю назад. Специалисты уже сегодня говорят, результаты превзошли все ожидания. Устройство экологически безопасно, выбросы в воздух не идут. Ставка сделана на модернизацию и улучшение качества состава дорожной смеси. Этот завод 120 тонн в час выдает. То есть мы свободно можем выпускать смену в световой день 890 тонн. По мнению Толоконского району важно развивать все сферы экономики. Главное сегодня на любой территории создать такие условия, чтобы людям хотелось жить и работать. Последним пунктом визита Виктора Толоконского стала школа. Он прошелся по учебным классам, оценил оснащенность кабинетов и пообещал выделить школьникам 10 компьютеров. Также помочь с финансами на благоустройство села. Не скажу, что на очень высоком уровне, но все-таки видел ситуацию гораздо хуже по благоустройству. И хотя я поручение сделаю о дополнительном выделении средств уже в этом году, чтобы можно было некоторые вопросы благоустройства уже до конца сезона решить. Но в целом у меня нет оснований сегодня упрекать местные власти в каком-то пренебрежении к этим задачам. По словам Виктора Толоконского, он постарается рассмотреть все обращения жителей Южной территории. После рабочей поездки будет подписан перечень поручений. И это придаст дополнительный импульс и мотивацию для развития Ермаковского района. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости.